Мечта Кто же я теперь? Создал для славы, чтоб тебя искал я Чтоб тебя хвалил я и благодарил я Создал быть любимым и тебя любить Этот мир и сёстры для меня ты создал Мой освободитель и телохранитель Я тобой возлюблен, тебя люблю Закрыв глаза я устремил сердце вверх Вернулись цели и мечты в моё сердце Сомнений дьявольский, губительный дурман Расставил как туман Я простираюсь, я стремлюсь в небеса к Богу Мой покровитель и Господь Якова Мой отец со мной, потому что я Создал для славы, чтоб тебя искал я Чтоб тебя хвалил я и благодарил я Создал быть любимым И тебя любить Эво мир и сёстры для меня ты создал Мой освободитель и телохранитель Я тобой возлюблен, тебя люблю Создал для славы, чтобы тебя хвалил я Создал быть любимым И тебя любить Эво мир и сёстры для меня ты создал Мой освободитель и телохранитель Я тобой возлюблен, тебя люблю Я готов быть всегда с тобою И свой крест я нести готов Я решил быть любимым Богом Я свободен, я спасён Я для вечности с тобой ждён Иисус ты верен, ты искупил меня по дням Ты мне в жизни смысл дал Господь, ты не изменен Я знаю, больше нет преград Я знаю, больше нет преград Я знаю, больше нет преград Оковы пали навсегда Живёт сердце для тебя Моё сердце для тебя Ты мне свою любовь открыл Небеса мне подарил Небеса мне подарил навсегда Я жизнь строил на песке Но ты привёл меня к скале С тобою я навечно Близок к Богу я теперь Ведь Христос открыл мне дверь Открыл её навечно С тобою больше нет преград Я знаю, больше нет преград Я знаю, больше нет преград Оковы пали навсегда Живёт сердце для тебя Моё сердце для тебя Ты мне свою любовь открыл Небеса мне подарил Небеса мне подарил Ооо... Хочу свободе жить, тебя любить, с тобою быть. Хочу, Господь, свободе жить, тебя любить, с тобою быть. Хочу, Господь, свободе жить, тебя любить, с тобою быть. Хочу, Господь, мой Бог. Оковы пали навсегда Живёт сердце для тебя Моё сердце для тебя Ты мне свою любовь открыл Небеса мне подарил Небеса мне подарил Оковы пали навсегда Живёт сердце для тебя Моё сердце для тебя Ты мне свою любовь открыл Небеса мне подарил Небеса мне подарил Аллилуйя! Итак, друзья, тема сегодняшней проповеди Призванный к отцовству Призванный к отцовству Мы видим Писание, мы читаем И мы видим, вот апостол Иоанн, например, говорит нам о некоторой градации верующих Он говорит, есть дети, есть юноши, есть отроки, а есть отцы Мы читаем, не будем прочитывать это место, но он есть Пишу вам дети, пишу вам отроки, юноши И пишу вам отцы, потому что вы познали безначальника То есть апостол Иоанн другими словами как будто говорит Что есть некоторый духовный рост Некоторый духовный рост, когда ты приходишь только к Богу И Бог видит тебя таким И Он понимает, что если ты будешь правильно питаться Если ты будешь правильно в здоровом организме находиться То рано или поздно ты вырастешь Ты вырастешь до другого, до отцовства Пройдя некоторые стадии, некоторые стадии развития И духовный рост, он точно не зависит от знаний, от наших От того, сколько мы знаем Очень часто мы склоняемся к тому, что я духовно расту, когда я больше знаю Я читаю Библию, я знаю местописания, я учу их наизусть И тебе кажется, что духовно возрастаешь Но ты духовно не возрастаешь, ты возрастаешь в знаниях В знаниях, ты много всего знаешь Но можно быть духовно маленьким, остаться Знаете, есть такие дети, вундеркинды Они много чего знают, но они не взрослые, они дети Они так быстро схватывают информацию, но они также остаются детьми И знаешь, если ты много чего знаешь, это еще не говорит о том, что ты взрослый в Господе человек И духовно развит И знаете, слово Божье, оно как пища Мы можем знать слово Божье, мы можем есть Вот, например, если сравнить с едой Мы кушаем дома еду, мы кушаем дома пищу И если эта пища, она не усваивается в нашей организме Она не становится частью нас То есть в нашем кишечнике она расщепляется на какие-то минералы, витамины То, что питает наш организм И наш организм черпает из этой пищи какую-то энергию И он растет, он развивается Он растет, развивается, у него есть энергия что-то делать И знаете, есть такая болезнь, болезнь желудка Когда пищу ты ешь, она там не переваривается Там ничего с ней не происходит И она потом просто выходит обратно неизмененная И неважно, сколько ты будешь есть Но если пища не стала частью тебя Оно никакой пользы для тебя не принесет Неважно, что ты знаешь Если твои знания не стали частью тебя Если ты не стал просто, не то что просто слушателем Но ты стал исполнителем, тогда вот все хорошо Но если ты не стал исполнителем Ты много чего знаешь, но ты этого не исполняешь Получается, что ты не усваиваешь ту пищу, которую ты ешь И да, Слово Божье есть пища Да, мы ее кушаем, да, мы ей питаемся Но если она не производит в нашей жизни то, что она должна делать Знаете, тогда это пустое Это просто ни к чему не приводящее знание В прошлый раз у нас приезжал Константин Анатольевич Он проповедовал интересное, своеобразное послание такое было И знаете, я заметил, потом разговаривал с другими людьми Я вдруг увидел, что многие увидели кого-то другого, но не себя И от этого мне стало немножко как-то больновато Что вроде пища-то была хорошая, можно было поесть Но если ты не увидел здесь себя, а увидел кого-то другого Получается, что пища не усвоилась в твоем организме И эта пища не принесет плод для тебя лично Мужья увидели своих жен, лидеры увидели своих подопечных Все увидели кого-то, но не себя Ну, я не говорю про всех, но что-то такое было И знаете, вот если Слово Божье, если ты на проповеди В тебя, ты никак не обратил это слово, которое звучало с кафедрой Именно к себе, то получается, что ты просто не переварил Это слово не услоилось, оно осталось на уровне знаний И ты этими знаниями, знаете, написано, что слово, оно надмевает Надмевает в том случае, если ты не становишься исполнителем Ты знаешь его, и ты сквозь эти знания Ты начинаешь смотреть на других людей, судя их поступки И вот так может произойти с нами, друзья Если мы не будем духовно возрастать Если наш кишечник будет неправильно работать Если пища, которую мы получаем От течения Слова Божьего, от воскресной проповеди От молитвы дома в тайной комнате Если она не усваивается Если Бог тебе говорит, но ты этого не делаешь Получается, что ты просто покушал мимо Либо просто это ничто не произвело И ты как был маленький, так ты и остался Ты дальше не растешь Почему? Потому что у тебя нет питательных веществ Которые бы способствовали твоему духовному росту Итак, духовный рост не зависит абсолютно от того Сколько времени человек верующий 10, 15, 20 лет 45 раз ты был на реабилитации Или еще сколько-то Это вообще не зависит от того, сколько ты в Господе Некоторые думают, я вот уже два года верующий И все, значит, я уже взрослый А эти все вот маленькие еще только пришли в церковь Ну, возможно, они меньше как-то тебя Ну, возможно, ты просто тоже недалеко от них ушел Почему? Потому что ты не усваиваешь пищу, которую предлагает тебе Господь Ты его не перевариваешь Она у тебя не становится частью тебя И ты как был младенцем, так ты этим младенцем и оставился Остался И знаете, духовный рост христианина ведет к духовному зрелости Если мы говорим о духовном росте, это не знание, это не время Это еще не какие-то вещи, по которым можно определить человек Насколько он духовно вырос Но духовный рост христианина ведет к духовной зрелости Когда человек становится отцом Мы видим, что сначала были дети, юноши, отрки и потом отцы И там написано, что отцы они познали безначального То есть они увидели сердце Бога Они поняли на самом деле сердце Божье И когда человек понимает Божье сердце Он так или не или иначе, хочет он этого или нет Он становится отцом То есть он берет ответственность не только за себя Не только за свою жизнь Не только за то, как он живет сегодня Но он начинает брать ответственность за других И начинает этих других людей опекать У него есть отцовское сердце Потому что он увидел сердце Бога Он увидел сердце отца И такой человек, знаете, отец, он жертвует Он жертвует своим временем, он жертвует своими эмоциями Он жертвует своими финансами Он жертвует еще чем-то ради других людей Он живет, он начинает жить ради других Когда у человека рождается ребенок Когда в семье рождается ребенок Вся жизнь начинает скрутиться, как будто вокруг него Ты начинаешь там с ним возиться, заниматься Там то надо, больницу надо Поспать надо, помыть надо, покормить надо Там еще что-то надо И ты начинаешь, ты уже понимаешь, что ты уже не принадлежишь себе, но ты вкладываешься в этого ребенка. И тебе это не в тягость, потому что это твое дитя, и ты начинаешь о нем заботиться, начинаешь его любить, ты начинаешь его ругать, начинаешь его там как-то воспитывать. Но ты вкладываешь в него огромную часть своей жизни, ты жертвуешь, тебе хочется поспать, тебе хочется полежать, посмотреть кино, пойти с друзьями куда-то сходить, в баню поехать. Но нет, у тебя есть ребенок, и ты не можешь это поступить, потому что у тебя есть ответственность. Понимаете, о чем я говорю? Это очень важно понять сегодня вот это. Если, Матвей, вот пример вышел. Вот она ответственность. Это важно нам сегодня это усвоить. Важно. И в Евангелии от Аанна, 15 глава, 12 стих. Христос говорит, Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я вас возлюбил. Нет больше этой любви, если кто положит душу свою за своих друзей. Смотрите, он говорит, любите друг друга, как я возлюбил вас. Как Христос нас возлюбил. Ну, чем он доказал то, что он нас возлюбил? Он отдал свою жизнь, правда? Мы увидели, что он не только это говорил. Я люблю тебя, брат, я люблю тебя, сестра, я люблю тебя, Бог. Он сделал какие-то действия. Он произвел что-то, доказывая свою любовь к нам. Он отдал свою жизнь. И вот он говорит здесь, что нет больше той любви, как если кто не положит душу свою за своих друзей. Душу свою. Тут имеется в виду жизнь. Что сегодня наша жизнь? Из чего она состоит? Она состоит из нашего времени, правда, из наших эмоций, из наших каких-то желаний. Состоит наша жизнь. И вот Христос говорит, если ты, если ты говоришь, что любишь, то ты можешь доказать свою любовь только тем, когда ты наступаешь на себя, когда ты ограничиваешь, ущемляешь в чем-то себя, берешь как-то свое время, которое ты хотел провести лично для тебя, но ты начинаешь уделять это время другим людям. Ты положил душу свою, ты положил время свое, ты положил часть своей жизни ради чего-то или ради кого-то. И в этом есть отражение Божьего сердца, сердца Отца. Отец, Он так возлюбил этот мир, написано, что отдал самое дорогое, что у Него было. Христос, Он так хотел исполнить волю Отца, что Он отдал свою жизнь. И в этом есть отцовское сердце. И когда сердце Отца ты начинаешь понимать, ты начинаешь осознавать, и ты начинаешь это чувствовать, тогда можно сказать, что ты познал безначального. Ты познал безначального только в том случае, когда его сердце начинает отображаться в твоем сердце. Когда в твоем сердце мы видим его сердце. Когда мы видим, как ты начинаешь относиться к людям, как ты начинаешь их любить, как ты начинаешь о них заботиться, как ты начинаешь жертвовать чем-то своим ради кого-то. Христос отдал жизнь, Господь отдал Иисуса, самое дорогое, что у Него было, ради тебя и меня. И когда у тебя это поселяется в сердце, для тебя не встает вопрос, что мне сегодня делать, полежать мне на диване или пойти кому-то послужить. Или кто-то нуждается сегодня в моей помощи, но я выберу сегодня баню или еще какие-то вещи. Если у тебя есть сердце Отца, ты точно выберешь другое. Ты выберешь поехать послужить человеку, который сегодня нуждается в тебе. Вот так узнается сегодня наш духовный рост. Если ты отец, если ты вырос, и ты говоришь, да, я вырос, я духовно взрослый, то это должно быть видно в чем? В том, что ты начинаешь заботиться о других людях, несмотря на то, что какие-то желания есть у тебя внутри, какие-то свои, что ты хочешь делать свое, но ты это откладываешь и берешь ответственность за другого человека. Отцы познали безначального. И порой, знаете, люди застревают в младенчестве, застревают в младенчестве в церкви. Почему? Чаще всего потому, что боятся ответственности. На самом деле это правда так. Когда человек приходит в церковь, и вдруг он понимает, что все для него, все как-то вот так. И потом он видит, что надо же брать ответственность. Надо служить, надо что-то делать. Ну зачем мне это надо? Это же такой напряг. Пускай лучше все делают для меня. Пускай лучше я останусь младенцем. Пускай вокруг меня все это крутится. Пускай мне служат, пускай мне помогают. А с меня какой спрос? Я еще маленький еще. Я духовно слабенький. Я еще курить не бросил. Я еще там это не делаю. Почему он это делает? Потому что он не хочет брать ответственность. И так часто и бывает. И знаете, вот наркоманы, наркоманы, я заметил это, что колются чаще всего потому, что им так удобно. Удобно, удобно. Никто не доверит им ответственность. Ну что взять с наркомана? Ну наркоман я. Ну что с меня взять? Больной я человек. Вот принимайте меня таким, какой я есть. И часто люди колются. Они продолжают, они выезжают в центре, начинают опять колоться. Почему? Потому что взрослая жизнь подразумевает ответственность. Это мне надо семью завести. Это мне надо заботиться о своей жене, о своих детях. Это мне надо паспорт сделать, пенсионный и ННН оформить. Это надо что-то еще делать. Меня с чего-то спрашивают. Мне какие-то почты с налоговой приходят. Никогда такого не было. Ты что? Лучше быть просто наркоманом. Никто с меня не спрашивает. Если что-то скажет, а почему он такой? А, он наркоман. И ты вот живешь вот так вот в таком младенчестве, когда с тебя нет спроса. Тебе удобно. Тебе просто приятно. С тебя ничего не спрашивают. У тебя нет никакой ответственности. Ты просто живешь. Болтаешься непонятно где, непонятно в чем. И остаешься младенцем. Ты не растешь. Ты не растешь. И знаете, можно говорить, ну это же классно, так здорово. Можно же. Вот почему бомжи, да, например. В основном, в основном, в основном, не все, но в основном, и у них есть такая идеология там какая-то, что они свободны. Они свободны от всего. От государственных законов, от всего. Они вот захотел поесть, пошел в помойку, поел. Захотел поспать, пошел в канализацию, лег, поспал. Они свободны. Они сами себе принадлежат. И никто им не указ. И вот эта свобода, это как бы как младенчество. У меня нет ответственности. У меня никакой ответственности нет. И мне удобно в этом находиться. Удобно. Мужчины пьют в семье. Они начинают пить. Они начинают заливать там, заворотник. Почему? Потому что порой говорят, ну как бы что с меня взять? Вот я вот такой вот. И жена там смотришь, берет ответственность мужскую на себя. И там все делает. И работает. И детей в садик. И из садика. И дома готовит. И дома убирается. И ремонт делает. И ты видишь, а мужчина, он просто, ну что с меня взять? Ну алкоголик я. Ты что теперь? Ничего не поделаешь. Какой с меня спрос? И мы сегодня говорим о нашем духовном возрастании. О нашем возрастании в церкви. Как будет возрастать наш дух. Как будет возрастать в нас вот это познание Бога. Познание Отца. И знаете, нам необходимо постоянно расти духовно. Нельзя останавливаться. Нельзя. Я вот должен на человеке, на ребенке, например, взять. Вы знаете, если в каком-то периоде пойдет сбой, то потом это отразится и на всю жизнь. Абсолютно на всю. Должен быть постоянный рост. Он должен сначала пить молочко. Потом добавляются еще какие-то пюрешки там, какие-то, еще какая-то еда. И он так вот растет. И с каждого возраста надо что-то добавляться, добавляться. И ребенок растет, 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 растет. Если в какой-то момент ребенок перестает получать пищу, необходимую ему для того времени, то рост замедляется. И потом функции организма, они сбиваются. И потом впоследствии это может сказаться на его взрослой жизни. Поэтому нам необходимо с вами постоянно расти, чтобы не задерживаться в детстве. Вы знаете, есть такие птицы, не знаю какие, но может быть даже все, что птицы, они рождают птенцов и приносят им кушать. В клювике червячка, гусеницу, еще кого-то принесут и кормят. Потом птицы видят, что птенцы выросли, что им пора выходить из гнезда. И что они делают? А птенцы никогда не выходят из гнезда сами. Они так и будут, они привыкли, что их кормят. Они так и будут открывать рот и ждать, пока им принесут еду. И эти птицы выталкивают из гнезда этих птенцов. Их родители выталкивают просто из гнезда. И вот эти вот, они падают на землю, там барахтаются, барахтаются, барахтаются. И хочешь не хочешь, но приходится взлетать. И очень часто так необходимо, так и Бог делает. Очень часто так и Бог делает. И потом вот он выкинул тебя из гнезда, и ты, если будешь барастоваться, ты взлетишь. Если будешь лежать вот так вот, ай, я еще маленький, я еще не готов, то звери тебя съедят, лев тебя съест, еще что-то, ты готов. Бог не дает сверх сил, если он выбрасывает тебя из гнезда, значит, пора что-то делать, пора махать крыльями. Значит, ты созрел для какого-то нового уровня, для того, чтобы делать что-то большее сегодня для Господа и для Его Церкви. Итак, посланием к евреям, автор пишет, 5 глава, с 12 стиха. «Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. «Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла». Здесь говорится о твердой пище. И часто люди, вот мясо, ой, мне это мясо, я уже молоко не буду, давайте мне сегодня мясо какое-нибудь дайте, твердую пищу. И что я уже не младенец, мне молока мало, мне надо мясо. И вот давайте с вами разберемся, что же такое твердая пища, что же такое вот это мясо, о котором мы часто любим говорить. Мясо – это не то, что какая-то проповедь, знаете, такая вот, такая прям мясистая, что вот мясо. Это не это. Смотрите, твердая пища. Я думаю, что автор послания к евреям ссылается на местописание, о котором Иисус, по-моему, это в Евангелии Теана, в 4 главе, когда самарянка, он был у колодца, и он с ней общался, он приводил ее к познанию Бога, он приводил ее к покаянию. И потом пришли ученики и говорят ему, они говорят ему, ну, на, поешь, учитель. Он говорит, я не хочу есть, я не голоден. Они говорят, а кто дал ему есть? Он говорит, я поел уже. А кто дал ему есть? Он говорит, есть у меня и другая пища. А пища моя есть творить волю пославшего меня. Как интересно. Друзья, мы привыкли, что пища – это слово Божье. Но твердая пища – это та пища, которой питался Иисус. Исполнять волю Отца. Вот она, твердая пища. Вот то, что едят взрослые люди. Вот то, что едят отцы, а не младенцы. Младенцы питаются молоком. Он говорит, вам уже пора давно твердой пищей питаться. Вам уже пора что-то делать от того, что вы знаете. Вы достаточно знаете для того, чтобы взять какую-то ответственность и пойти что-то делать для моего царства. Но вы сидите и ждете, когда вот это молоко, оно все пьется, пьется. Вам уже пора что-то делать. Он говорит, вы питаетесь молоком. Ну, вам пора есть твердую пищу, вам пора начинать что-то делать. Необходимо брать ответственность. Ответственность за кого-то, за какого-то человека, за какое-то служение. Неважно, необходимо питаться твердой пищей. Если ты, будучи взрослым человеком, пьешь одно только молоко, этого молока тебе точно недостаточно будет. Диарея только может быть, и все. Необходимо кушать твердую пищу, исполнять волю Отца, как говорил нам об этом Иисус. Давайте посмотрим, как Павел говорил о себе. В 1 Коринфянам, 4 главе, 15 стих, Павел говорит, «Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием, поэтому умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». Смотрите, он говорит, тысячи наставников, у вас очень много наставников, тысячи людей, которые сегодня дают советы, которые советуют и знают, как правильно жить, которые много знают, у них есть знания, и они дают советы, иногда правильные советы, иногда неправильные. Но не важно, наставников много, и все мы можем наставлять друг друга. Если на домашние группы пришел кто-то с проблемами, каждый посоветует что-то человеку. Это что это? Наставник. Он посоветовал что-то, и тут же развернулся, и забыл про это все. Но, говорит, мало отцов. Отцы – это те, которые не будут просто советовать, это те люди, которые будут помогать, это те люди, которые будут вкладываться, это те люди, которые будут наблюдать. Это не просто советчик посоветовал, сделал так и пошел. Нет, отцы – это те, которые будут, несмотря ни на что, как прав ребенок или неправ, он все равно будет оставаться отцом. Несмотря ни на что, грешит человек или не грешит, он будет оставаться отцом. Не важно, что происходит с своим ребенком, в какой ситуации он сегодня находится, он всегда останется твоим ребенком. Всегда, навсегда, что бы с ним не было. Вот такое сердце у Бога. Представляете, мы грешим против Него. Написано, что мы вновь распевнаем Иисуса Христа, когда грешим, а Бог продолжает нас любить. И Иисус на кресте молится, прости их отец, они не ведут, что творят. Представьте его сердце, какое оно у него. И тут написано, что отцы познали сердце безначального, познали Господа, познали Бога такой, какой Он есть. И когда ты Его познаешь, то Его сердце, оно становится твоим, а твое сердце ты отдаешь Ему. Ему. Итак, тысячи наставников. И Павел говорит, есть огромная нехватка в отцах. Должны быть люди, которые как отцы. Знаете, я понимаю, я вообще прекрасно понимаю каждого. Я сам, бывает, в такой ситуации нахожусь. Когда ты не знаешь, что делать, когда ты опускаешь руки, когда ты плачешь, ты не знаешь, к кому обратиться. Вот вроде друзей-то много, а душу открыть кому? Да некому. Вот, знаете, вот хочется прямо прийти, упасть на плечи, порыдать, поплакать, сказать, и знать, что тебя поймут, знать, что тебя не осудят, знать, что тебе не просто дадут совет, а еще и помогут что-то сделать. Так хочется каждому из нас иметь какого-то духовного родителя, духовного наставника, который, несмотря на все твои причуды, при бомбахе, будет тебя любить, продолжать, несмотря ни на что, потому что он принял тебя, как своего ребенка. Это так сильно охота, очень охота. И церковь, она нуждается в отцах, в отцовских сердцах. Мы нуждаемся в этом. Друзья, мы можем как быть отцами, так же сразу же быть кому-то детьми. И это нормально, это процесс. У меня есть родители, и у меня есть дети. Это нормально. Мне, когда плохо, я иду к своим родителям, я знаю, мама меня всегда поймет. Всегда. Она последнее отдаст, вытащит. Ну, потому что она мама. И вот таких людей хочет видеть Бог в своей церкви. Он будет приводить сюда людей, вот этих сирот, которые ходят на улице, которые не знают Бога, а сиротевшие люди без отцовщины, они ходят, и Бог хочет привезти их к тебе и ко мне. Он хочет привезти в свою церковь. Но если у нас не будет таких отцовских сердец, которые готовы принять этих людей, то ничего не получится. Бог не приведет сюда человека, потому что он не увидит, что здесь мы окажем ему какую-то опеку. Какую-то опеку. Как это важно, отцовские сердца. И Павел говорит здесь, я познал отцовского сердца, и я сегодня не могу не быть отцом. Я знаю, какой Бог. Я знаю, что я сделал против Него. Павел, бывший Савл, гонитель христиан, убийца. И Бог ему явился, и Бог его простил, и Бог его использовал. Он говорит, я знаю сердце Бога. Я знаю сердце отца. Я знаю, какой Он есть на самом деле. И я познал Его. И сегодня я не могу просто не быть отцом. Я должен делать то, что делает Он. Я должен чувствовать то, что чувствует Он. И я должен сегодня посвящать свою жизнь другим людям, тоже став для кого-то отцом. Отцом. И знаете, внутри меня, Павел говорит, есть огромное желание рождать духовных младенцев и вести их по знанию безначального. Рождать духовных младенцев, опекать людей, опекать, и потом вести их, чтобы они, когда они вырастут, написано, он говорит, чтобы подражали мне. Подражайте мне, как я подражаю Христу. Павел говорит, представьте себе, подражали мне, подражали мне. Кто может сегодня сказать, подражайте мне, как я Христу. Вот есть такие люди, которые, Павел так говорил, мне знаете, как очень приятно, когда мой сын подходит ко мне и говорит, папа, я когда вырасту, я хочу быть таким, как ты. Мне очень приятно это слышать. Когда моя жена говорит, Паша, вот если я хочу, чтобы сын, когда вырос, он был, как ты. Вот мне так приятно это слышать. Знаете, это какая-то высокая оценка того, что я сегодня делаю. Высокая оценка. Когда люди говорят, я хочу быть похожим на тебя, я хочу быть таким, как ты. Это такая высокая оценка. Сегодня мы почему не берем ответственность? Потому что мы понимаем, что так или иначе, если мы возьмем за кого-то ответственность, те дети, которых мы будем воспитывать, они будут похожи на нас. И это нормально. Это то, что вообще происходит. Что бы ты ни делал, как бы человек себя не вел, и что бы он своему ребенку не говорил, ребенок вырастет точно такой же и будет делать то же самое, что делают его родители. Это нормально. Когда ты стал для кого-то отцом, эти люди будут брать пример с тебя. И это часто пугает. Как? Говорят, домашнюю группу веди. Надо тебе домашнюю группу вести. Нет, нет, я не готов. Нет, нет, я не готова. Нет, нет, я не буду. Это же на меня будут смотреть. Это у меня надо себя дисциплинировать. Это надо мне себя вести как-то по-другому. Потому что люди же будут смотреть на меня и говорить, вот это мой пастор домашней группы. Это мой пастор домашней группы. И я хочу быть таким, как он. Я хочу расти туда. А если у тебя у самого еще какие-то проблемы, и ты понимаешь, что ты в этих проблемах находишься, и тебе страшно, что люди тебя научатся то же самое, что делаешь ты, от этого и не хочется ничего делать. Но, друзья мои, когда ты берешь ответственность, ты дисциплинируешься. Знаете, когда я нахожусь дома, у меня вот сын, я знаю, что он за мной наблюдает. Он всегда за мной наблюдает. И он точно потом копирует то, что я говорю. Если я могу себе позволить прикрикнуть на свою жену, он тоже это может сделать. Он тоже это может сделать, потому что он копирует мое поведение. Если я могу позволить себе там, ну, что-нибудь разбросать вещи или кушать в зале, например. У меня жена всегда ругается, не ешь в зале, не ешь в зале. А вот я нет, нет, вот ее дома нету, пойду все равно поем. А ребенок же видит, и он идет в зал и кушает, бесполезно, и она ему говорит, и он ее не слушает. Почему? Потому что папа так делает. Потому что папа так делает. И это вот по-любому так. И я понимаю, что он за мной наблюдает. И я тем самым дисциплинирую себя, чтобы он не вырос таким. Ну, какие-то вещи, которые у меня есть, плохие, я же их знаю. Кушай в зале же, ты плохо. Мне жена это 6 лет уже говорит. И я вот, ну, она говорит, пускай ребенок же на тебя смотрит, там еще что-то. Ну, я понимаю, надо дисциплинироваться. Надо дисциплинироваться. И дальше, 1 Коринфянам, 13 глава. Апостол Павел пишет, когда я был младенцем, то помладенчески мыслил, помладенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое. То есть Павел говорит, есть какие-то периоды, периоды. Есть младенчество, а есть, когда ты стал мужем, когда ты стал отцом, когда ты стал родителем. И как узнать в каком-то периоде? Вы знаете, детство, это тогда, когда все для меня. Ты сидишь в церкви, ты ничего не делаешь, ни в каком служении не участвуешь. Это все для меня. Это пастор для меня проповедует, музыканты для меня играют, двери мне открывают, вещи с меня снимают, раздевают меня в раздевалке. Все для меня, все делают для меня. Служения какие-то производят для меня, женское служение сделали для меня. Еще что-то для меня. Это люди-младенцы, которые все для него. Все должны меня любить. Ребенок же, какое у него требование? Меня надо любить, любить, любить. Я балуюсь, а меня прощать. Я школьничаю, а меня все равно любить. Ну и как бы ребенок, с меня какой спрос? Я помню, Олег свидетельствовал, что когда он пришел в церковь, у него было понимание, о, сейчас-то все, я заживу. Сейчас-то мне тут надо начнуть все помогать, сейчас меня должны будут все любить, сейчас мне будут все там что-то делать. А, говорит, потом со временем смотрю, никто ничего не делает. И я понял, говорит, что чтобы что-то было, там у меня, мне надо самому отдавать. Мне надо самому всех любить, мне надо самому всех помогать. Это духовный рост. Когда ты требуешь, что что-то для тебя, ты младенец. Когда ты начинаешь отдавать, то ты вырос. Что отличает отца? Дальше Павел пишет, 12-13 стих. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно. Когда же лицом к лицу, теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. А теперь прибывают с ней три. Вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. И так, он говорит, я как бы сквозь тусклое стекло, отчасти знаю. Теперь, вот сейчас, у меня прибывают с ней три. Я не могу там сказать, что я там знаю целиком полностью сердце Бога, там характер его, или еще что-то. Ну, как мутное стекло я вижу. Но у меня прибывает сегодня с ней три. Вера, надежда, любовь. И так, вера, надежда, любовь. Это то, что отличает духовно зрелого человека. И мы знаем, что это плоды духа. И плоды духа должны созреть. Они должны созреть в какой-то период. И так вот, хотелось бы, я местописание искал в Библии пример отцовства. И много в Библии отцовства. Авраама там взять, да? Ну, много отцов. Очень много. Но мне вот открылся, что про Иосифа. Хотелось бы поговорить сегодня. Мы знаем, что Иосиф, это был один из сыновей, один из патриархов, которые братья отдали в Египет, продали его, и он там жил. У него родились два патриарха. Он был отцом детей, Ефрема и Монасии. И как Иосиф говорил про себя. Я вдруг почистал это местописание и увидел. Иосиф говорит, Бог поставил меня отцом фараону. Думаю, вау, ничего себе он загнул. Серьезно, какие-то он планку задрал. Он говорит про себя, Бог поставил меня отцом фараону. То есть, мы говорим о том, что о вере. Вера, надежда, любовь, о вере. Вера, мы говорили в прошлом служении о том, что это верность. Верность. И Иосиф, он получил откровение. Он получил откровение, ему проснется сон, что звезды и луна поклонились ему, что снопы ему поклонились. И растолковали это так, что братья и отец поклонятся ему. И он получил откровение, что это все будет. Но потом, что происходит дальше? Вера, верность. Мы видим, что он получил откровение, и потом эти братья хотят его убить. И можно было на его месте что сказать? Что-то не так. Они не поняли. Они не поняли Бога. Бог же сказал, что они должны поклониться. Они должны передо мной поклониться. А они хотели меня убить. И потом они что сделали? И вот сидит, помните, он пришел к ним, принес им покушать. И они посадили его в яму. И вот он в яме в этой сидит. Они говорят, давайте убьем его. И там кто-то говорит, ну как бы, брат же все-таки наш. И он сидит, думает, господи, ты же мне сказал, что они мне поклонятся. И вот они потом решили его продать. Подходят к яме. И мне кажется, Иосиф там думает, ну вот, отдумались наконец-то. Сейчас ты поклонятся мне точно. А они его продают. Продают его в рабство. Но он остается верным. Он остается в вере. И можно было сказать, Господь, ты же мне дал откровение. Я же видел это четко. Я же четко понимал, что мне надо это сделать. Мне надо сказать своему отцу, своим братьям, что они мне поклонятся. Почему происходит это? Это те люди, которые должны мне поклониться. Они хотят меня убить. Потом они хотят меня отдать в рабство. Почему? И потом он оказывается в доме Патифара. И мы помним тоже такая история, когда жена Патифара, она, ей очень понравился Иосиф. И она захотела с ним вступить в интимную связь. Но мы видим, что Иосиф проявил верность Богу. Он убежал. Он скинул одежды. Он убежал. И знаете, по-другому можно было рассудить. Мог бы Иосиф подумать, ага, вот я сейчас в рабстве. И если я сейчас соглашусь с женой Патифара, то она поможет мне освободиться, что она даст мне вольную. Она как-то посодействует тем, чтобы меня отпустили, чтобы меня отпустили на волю. И я вернусь своему отцу. И расскажу все. И братья все покаятся. И поклонятся мне. Возможно, он бы так подумал. И знаете, можно, это как, знаете, вот пошел, например, на права сдавать. И сдать не можешь. А то тебе говорят, ну, давай две тысячи и сдашь. И ты говоришь, ай, ладно, на, взятку дал. Вот это то же самое. Если бы Иосиф согласился с женой Патифара, как будто бы вот взятку это дал. А вдруг она мне поможет. А вдруг она поможет. Но он оставался верным. Он оставался верным. Он стоял в вере. И он, помните, сказал, как я могу сделать такое зло перед Господом. Человек, с которым все это происходит, которого отдали в рабство, которые хотели убить свои же братья, он говорит, как я могу сделать такое зло перед Господом. Он проявил верность. И вроде бы Бог должен его благословить за это. Что интересно. И это как мы говорим, поступи правильно, и Бог тебя благословит. Не давай взятку, не делай никаких вещей. И ты увидишь, что Бог тебя благословит. Но здесь он поступил правильно. Он убежал. Он говорит, Господи, я не могу это сделать. Я буду верным Тебе. И он убежал. А что делается потом? Мы помним. Его берут, его и садят в темницу на пожизненный срок. И вроде бы благословение должно прийти. Он поступил правильно, но его садят в темницу и дают ему пожизненное. И он сидит в темнице, и ему опять снится сон. Помните, ему приснился сон. И он растолковывал сон там другим тоже людям. И с этим сном, помните, что произошло, когда он первый раз свой сон рассказал? Его братья продали. И вот он снова говорит, мне сон приснился, там туда-сюда, я увидел это и это. Но он все равно, если Бог что-то получает, он говорит, он не боится. И потом мы увидим, что Бог ему что-то пообещал. И он вышел все-таки из темницы. Вышел из темницы. Но спустя какое-то время. И знаешь, тут такое откровение, что Бог что-то пообещал тебе когда-то. Он пообещал тебе жену, мужа, хорошую работу, служение, машину. Ну, не важно там, что ты будешь миссионером, пастором поедешь. И ты вдруг видишь сегодня, что все не так. Все как-то, ну, не так, как вот должно быть. Бог же бы обещал мне, но почему сегодня я этого не вижу? Как не видел этого Иосифа. И все не так. Дети колются, работы нет, из долгов выбраться не могу. И Бог мне обещал, обещал. И как мне быть с этим? Необходимо оставаться верным, как это делал Иосиф. Нужно, чтобы была верность. Чтобы Бог повел нас в отцовство, необходимо пройти путь трудностей и остаться верным. Не сдаться, не разменяться, не опустить рук. Это опыт. Ты приобретаешь опыт, когда ты проходишь через какие-то ситуации. Ты становишься зрелым, ты становишься мужчиной, ты становишься родителем, ты проходишь через эти вещи. И потом у тебя есть опыт, которым ты можешь поделиться со своими детьми, с другими людьми, которые Бог приведет к тебе. И потом он вышел на свободу. И помним, что он становится великим человеком, вторым человеком после фараона. И потом, уже спустя это время, братья пришли и поклонились ему. Они признали в нем потом своего брата. Но перед этим они поклонились ему. Поклонились. Откровение осуществилось. Прошло много лет между тем, как Бог дал откровение и когда он это откровение увидел в действии. Этот период был непонятно каким, но Иосиф оставался верным Богу. Вера. Вера – то, что отличает отцов. Вера – то, что отличает зрелых людей. Итак, надежда. Следующее. Надежда – быть преданным братьям. Знаете, столько лет пробыть в рабстве, в тюрьме, но продолжать надеяться, что Бог исполнит его обещание. Он прям надеялся. Бог исполнит. Бог верен. Я надеюсь, надеюсь, надеюсь. И знаете, когда Христос умер на кресте, то надежда у учеников тоже умерла. Когда Он погиб там, то и надежда погибла. Они поняли, что вся надежда на это вечное царство, которое Иисус говорил, вдруг она рухнула. Нет ничего. Абсолютно все. Учитель висит мертвый на кресте. И уже не будет ничего о том, что Он говорил. Не будет царства. И какая разница, что мы спорили, кто будет сидеть по правую или по левую руку от Него. Его нет. Все. Надежды рухнули. Но потом Он воскрес. Он воскрес, и воскресла и надежда. И может быть, сегодня кто-то думает, что Бог, что то, что когда-то сказал тебе, уже погибло. Уже этого нет. Или ты не успел. Бог что-то тебе сказал такое. Ты думаешь, все, этого уже нет. Это просто ушло. Кануло в лету. Осталось в прошлом. Но, друзья, Христос воскрес. И воскресла и надежда. Бог, Он способен воскрешать. Он способен воскрешать умершее. Если Бог тебе когда-то сказал, что ты будешь пастором, домашней группой, там, миссионером, неважно, то Бог способен сегодня воскресить это, как Он воскресил Христа из мертвых. И Он воскресит твою надежду. Главное, верь, надейся, надейся и жди, ожидай от Бога. Потому что никакое его слово, оно не бывает неисполненной. И если оно послалось сегодня для тебя, именно для тебя. И знаешь, зрелого человека отличает позитив. Всегда позитив. Порой посмотришь на человека, у него проблемы постоянные. Он постоянно в депрессии. Он постоянно, вот у меня то, вот у меня все, вот у меня это. И ты посмотришь, и вроде бы не сильно такие-то и большие проблемы, но человек как будто бы раздувает эти проблемы в огромные такие слонов. И потом в этом всем живет. И говорит, а порой посмотришь, знаете, на другого, и ты видишь, у него столько проблем. Ну вот реальные проблемы, там какие-то серьезные прям. и думаешь, как он с этим справляется, а он не унывает. Он говорит, я знаю, Бог меня любит, что все будет хорошо. Это признак отцовства. От такого человека хочется учиться. А у этих, знаешь, вот такие вот депрессивные люди, вроде проблема небольшая, вот он ревет и ревет и ревет. Я вот недавно ролик в интернете смотрел, может что-то видел, смешное такое, девочка одна. Ее снимают на камеру, видимо, родители, ей года три, и она прям плачет, так прям, и ему говорит, что ты плачешь-то? У меня никогда не будет жениха. И она вот ревет прям. Видел кто-нибудь такой ролик? Да, видели? И прям так вот на взрыв, и видно прям вся боль там у нее в сердце, что у нее никогда жениха не будет. У нее вроде как сестра там замуж выходит, и у нее жених есть, а у нее нету там жениха. И она прям переживает. И вот часто, это как дети себя ведут люди. Но зрелые люди, они ведут себя по-зрелому, они смотрят позитивно. Знаешь, все пройдет. И то, что сегодня проходят все трудности, и это пройдет. Все пройдет. И не останется ни следа. Пройдет время, месяц, год, два, и ты посмотришь назад, ты скажешь, какая ерунда это все была, а я тратил время на то, что я сегодня переживал. Итак, если ты хочешь увидеть, зрел ли ты человек, обрати на свое себе внимание, как ты проходишь через трудности, через трудности. И любовь. Иосиф не осудил братьев, он не отомстил, он привел их к покаянию. Любовь, друзья мои, приводит к покаянию. Братья переживали, что с ними он сделает. Они думали, ну все, сейчас он точно их накажет. Он второй человек после фараона, а он их любил. И знаете, есть история одна про блудного сына. И блудный сын написано, что он взял у отца своего то, что принадлежало ему, часть его имения, и пошел, расточил это все. И потом пришло время, когда он понял, что у него ничего не осталось, и он с побитой, с опущенной головой пошел в дом отца. И когда он подходил, только он увидел, что отец стоит возле дверях, и он выбежал к нему навстречу, отец, и обнял его. И этот сын, он шел, думает, ну как я сейчас посмотрю в глаза своего отца? Как я, я же так, я его предал, я посмеялся над ним, я забрал у него часть имения, я ушел там, вообще плюнул, наплевал на всю свою семью. И что мне сейчас отец делает? Как он мне там, а отец выбежал навстречу, и обнял его, одел его лучшей одеждой, закатил пир. А там был еще старший брат, старший брат, который осудил. Он говорит, как так? Я здесь постоянно нахожусь, я постоянно нахожусь в церкви, я никуда не уходил, я никогда не грешил, я всегда был верный пастору, а здесь какой-то то придет, то уйдет, то пойдет нагрешиться, то опять придет. И представьте себе, вот на семинаре тоже она вот говорила, что если бы такого человека в дверях встретил не отец, а старший брат, если бы блудного сына встретил не отец, а старший брат, он вышел бы на встречу, что приперся, иди откуда шел, что пришел-то, я вот здесь с отцом, а ты все профуфукал, и сейчас пришел сюда, с опущенной головой, ты что думаешь, сейчас тебя простит отец, да он-то вообще там бревет, он сейчас тебя увидит, вообще порвет там. И вот часто мы такие с старшими братьями бываем, когда приходят люди в церковь, которые оступились, которых давно не было, мы начинаем судить. А если бы у нас были отцовские сердца, мы бы увидели, прибежали к нему, обняли его, сказали, как хорошо, что ты вернулся, как хорошо. Знаете, отцовское сердце навсегда разделяет человека, своего ребенка, от его поступков. Я люблю своего ребенка, но я разделяю поступки. Он бывает шкодит, он бывает вредничает, он бывает делает то, что он бывает мне не слушается, но это всегда остается у моего ребенка, и я люблю его. За поступки я его наказываю, а за то, что он мой ребенок, я его люблю. Вот и все. Должны быть какие-то взыскания, но любовь должна быть прежде всего. И любовь, она всегда познается через страдания. Люди, которых ты любишь, они причиняют всегда больше боли. И мы видим, как Христос, Он любил же людей очень сильно, и эти люди его распяли. Эти люди распяли, эти люди, которые кричали Ассана ему, когда он входил в Иерусалим, потом они кричали на суде у понтия Пилата, распни его, распни, и в конце концов распяли. А он продолжал их любить. И на кресте он висел, когда он молился за них, когда его руки были пронзены гвоздями, он молился Господу, говорит, Бог, прости их, Отец, они не ведут, что они творят. И нам надо культивировать в церкви отцовство. Нам надо быть этими отцами. Бог будет прилагать людей, когда будет много отцов. Он будет приводить этих людей, которые нуждаются в опеке именно отцовской. Вы знаете, пастор не может охватить все один. Он не может охватить всех людей. Я в последнее время вообще очень сильно переживаю, что я, есть люди, которым я вообще мало внимания уделяю. Ну вот есть такие, как-то так. Есть люди, которые сами, знаете, там звонят, там настаивают, встретимся, встретимся, ну как бы не откажешь. А если и они молчат, и мне как бы вроде хочется встретиться, и потом раз-раз засуетился, и опять понял, что не встретился. И понимаю, что как будто бы они где-то вот остаются, как-то вот, ну где-то поодаль. Если как будто с кем много общаешься, а если с кем мало общаешься. И вот у меня сердце от этого тоже болит. Хотя люблю-то на самом деле всех одинаково. И так бы хотелось, чтобы поднялись люди, которые разделили со мной мое служение, пастырское служение. То есть они, чтобы они опекали людей. Чтобы не только я это делал. Я не смогу это сделать. Если церковь начнет расти, я реально не смогу это сделать. Мне здоровья просто не хватит. И должны быть люди, которые встанут рядом и будут разделять со мной мое служение. Порой видишь, кто-то не пришел. Вот кто-то не пришел, ты видишь, нету соседа там, который всегда рядом с тобой сидит. Ну, приди после служения, позвони ему, узнай, как у него дела, что там произошло. Может, ему помощь какая-то нужна. Может быть, молиться за него. Или утром молишься в тайной комнате. Вот я не знаю, как вас. Я каждый раз, когда молюсь в тайной комнате, мне Бог дает картинки. Он дает лица людей, которым надо сегодня там позвонить как-то или съездить там в гости, как-то пообщаться или помолиться за них. Ну, вот если тебе пришла такая картинка какой-то человек, ну, постарайся сделать что-то от тебя завище. Позвони хотя бы ему, узнай, как у него дела. Не просто же так. Пришел новый человек, не поленись, подойди, познакомься. Вот он заходит, новый, пару сел, никто к нему даже не подойдет. Не поленись, встань. А, у меня дела там, у меня там еще что-то. Ничего страшного, новый человек важнее. Подойди к нему, узнай, что там у него. Предложи ему чая, принеси даже ему чая. Возьми его в контакт. Пригласи его на домашнюю группу. Ну, что-то сделай. Что-то сделай. И вот порой сегодня, говоришь, домашнюю группу. Давайте будем много домашних групп делать. Мы можем сделать, вот по идее, сейчас реально мы можем сделать 10 домашних групп. Реально. Кто возьмет ответственность, таких людей нет. Жатвы много, делателей мало. Мы молим господина жатвы, чтобы выслал делателей. Где их взять, делатели? Да они здесь, все с нами, у нас здесь, в церкви. И знаешь, кто-то говорит, я не могу быть пастором. Это не мое служение. Знаешь, когда у тебя рождается ребенок, ты же не говоришь, это не мое, я не буду, я как бы вообще не готов к этому. Ты берешь за него ответственность. Он родился, все, ты отец, ты родитель, ты мать. В любом случае, ты что-то делаешь. Вопрос лишь в том, сколько людей мы можем сегодня охватить. Есть человек, который может одному служить. Есть тот, кто двум может служить, пятерым, может, десятерым там может служить. Весь вопрос вот в этом. А так, на самом деле, каждый пастор, каждый из нас пастор. Есть еще овцы, Иисус про них говорил. Он говорит, есть еще овцы, которые сегодня еще не знают меня. Они там бродят, они там заблудились, запутались где-то в ветвях, где-то заблудились в лесу. А вы, пасторы, идите, найдите их и приведите их в мой дом. Я хочу, чтобы вы их привели. Христос говорит, вы, каждый из нас пастор. На самом деле, пастор одного человека, пастор двух человек, пастор домашней группы. Мы можем это делать. Просто надо взять ответственность за кого-то еще, не только за себя. Порой мы за себя боимся брать эту ответственность. Надо брать за себя. За себя. Давайте будем оставлять младенчество. Давайте будем оставлять это младенчество. Мы выросли уже, многие из нас выросли. Пора нам есть уже твердую пищу. Пора нам питаться твердой пищей. Пора нам уже отдавать, а не принимать. Пора нам это делать, друзья. И неважно, сколько ты времени находишься в церкви. Неважно, сколько ты стихов заучил наизусть. Но что-то Бог тебе сказал. Ты просто начни это делать. Давайте будем живой церквью. Церквью, в которой есть отцовский дух, отцовская любовь. Церковь, которая будет принимать странников, принимать этих людей заблудшие души, которые сегодня блуждают и не знают, куда приткнуться. Мне бы очень хотелось, чтобы у нас была такая церковь. Чтобы каждый, знаете, заботился друг о друге. Каждый. Вот тебе как? Может тебе как-то послужить? Может тебе что-то сделать? Может еще что-то? Я понимаю, на мне есть огромная ответственность за каждого из вас. Но чисто физически я порой не могу со всеми как-то встретиться, со всеми поговорить. Но чисто физически. Если еще ребенок родился, ну тяжеловато, тяжеловато. И поэтому давайте вместе, вместе, ну объединимся вокруг этого. Видишь, кому-то настроение плохое. Ну ты видишь, он сидит там, голову опустил. Подойди, может он нуждается сегодня в твоей помощи. Подойди. На домашке увидел у кого-то что-то, сказал, давай я тебе завтра приеду домой, чай попьем, еще что-то. И порой ты говоришь, ну куда я поеду-то? Мне времени нету. Мне и так столько дел, там то-то-то-то-то-то-то-то надо. Но знаешь, ты не ради себя это делаешь. Ради Господа и ради человека ты это делаешь. Когда ты оставляешь, нет больше той любви, которая положит душу свою, отложит дела свои. Какие-то ради кого-то. Знаете, можно говорить, что ты любишь, а можно доказывать свою любовь делами. Потому что любовь это глагол, любовь это действие, это то, что мы должны делать, а не то, что должны мы говорить. И так давайте будем в такой церкви Мне так хочется, чтобы так было Чтобы каждый пастор Раз там для друга служил Там еще как-то Сегодня я послужил тебе, завтра ты мне послужил Вот эту опеку будем оказывать друг другу Давайте уже оставлять младенчество Нам необходимо взрастать Взрастать в отцов Давайте встанем, помолимся об этом Господи, мы благодарны тебе, что сегодня мы в твоем доме В твоем святом храме Мы благодарны тебе за слово твое Мы просим тебя, благослови нас Мы молим тебя, чтобы ты нас благословил Вот этим твоим сердцем Мы хотим познать тебя, познать безначального Познать тебя, Господи, как отца Для того, чтобы наши сердца были такие же, как у тебя Чтобы мы могли принимать туда людей Чтобы мы могли как можно больше опекать других людей Быть пасторами для других людей Не смотреть на себя, на свои какие-то проблемы Но служить другим людям Уделяя им время Уделяя им свои эмоции, свои решения Свои какие-то потребности Мы оставляем, но мы служим им Потому что ты это делал Потому что ты отказался от всего Потому что ты оставил славу небес И пришел сюда на землю Обнищал ради нас И служил здесь, на этой земле Такой же, как мы, в наших телах Господь, во имя Иисуса Христа Мы молим тебя Пускай ты будешь Не мы живем уже, но ты живешь нас Пускай ты будешь служить другим людям через нас Дай нам сегодня вот это пасторского сердца Отцовского сердца Чтобы твое помазание было в нас В нашей жизни, в наших служениях Чтобы люди чувствовали нас, отцов И приходили к нам Приобщались к нам за помощью Чтобы вот эти сироты, которые Сегодня блуждают по этому городу Не знают, куда приткнуться Они приходили сюда Бог бы приводил их сюда И они находили покой здесь своим душам Господи, во имя Иисуса Христа Благослови